Спасибо. Коллеги, добрый день. Меня зовут Олег Савельев. Я представляю штаб-блока «Розничный бизнес». Занимаюсь развитием платформы визуализации отчетности в блоке «Розничный бизнес». Как кликером пользоваться? Для начала хотел несколько слайдов показать, рассказать про нас, про «Розницу». У Сбербанка своеобразная орг структура. Мы сейчас насчитываем порядка 88 головных отделений. По одному в каждом регионе группа головных отделений подчиняется территориальным банкам, которых у нас сейчас суммарно порядка 11. Тем самым распространяя свои продукты и свое влияние на всей территории Российской Федерации. Также хотел отметить, что мы насчитываем более 14 тысяч офисов обслуживания физических и юридических лиц по всей России, от Дальнего Востока до Калининграда, закрывая потребности банковских продуктов для клиентов массового премиального и вип-сегментов. Если рассказать совсем коротко про наш бизнес, то клиент – это все, вокруг чего строится наш бизнес. Если говорить о каналах взаимодействия с нашим клиентом, то у нас есть цифровые каналы. Сюда входит SMS-банк, Сбербанк онлайн веб-версия, Сбербанк онлайн мобильное приложение. Если говорить о физических каналах, то это, собственно, все наши дополнительные офисы по всей территории Российской Федерации, а также отдельное направление прямые продажи, когда специалист по прямым продажам выезжает непосредственно в организацию и заключает условно договор с зарплатным проектом. Также хотел отметить то, что нам помогают строить и развивать бизнес-партнеры. Одним из ярких примеров можно выделить такую компанию, как Домклик. Все, что связано с недвижимостью и ипотекой. А также программы лояльности «Спасибо» от Центра программ лояльности. Также мы – это первая, вторая, третья линия поддержки наших клиентов. Все, что связано с колл-центрами. Это, если говорить по каналам взаимодействия. Чем мы занимаемся? Мы продаем основные ключевые банковские продукты, такие как потребительские жилищные кредиты, текущие счета, срочные вклады, монеты, сейфовые ячейки и так далее. Продаем также кредитные карты и дебетовые карты. Также хотел отметить то, что помимо традиционных классических банковских продуктов мы продаем сопутствующие продукты. Это, скажем, не кофе с парой десятков литров бензина на АЗС. Это выписки из бюро кредитных историй, страхование выезжающих за рубеж, возврат налогов, страховка вместе с потреб кредитом, например. Далее, если говорить не только про розницу, то мы также развиваем экосистему, в которую входит такая история, как Сбермобайл, альтернативный оператор сотовой связи, Док-док, телемедицина. Особенно хотел отметить, что это направление сейчас очень активно развивается в Соединенных Штатах. А также Marketplace беру совместный с Яндексом. Вот, ну, наверное, если совсем коротко-коротко про бизнес на одном слайде, то это все. Перейдем дальше про клик. Расскажу. Попробую рассказать про историю, как это развивалось, про стандарты, про команды, про обратную связь, про области, где мы применяем клик. Но также хотел бы в открытом диалоге обсудить те плюсы и минусы продукта, которые мы увидели на своей стороне. Вот. Если говорить про историю, то хотел бы вернуться еще в 2015 год. У нас не было, скажем, клика. Было одно понятие промышленного BI. Вот. Промышленный BI строился на определенной платформе. И для того, чтобы разработать какое-то элементарное BI-приложение, то нужны были специалисты узкой специализации. И, скажем, time-to-market внедрение BI-решения совсем не удовлетворял бизнес. Поэтому было принято решение найти платформу визуализации отчетности, которая помогла бы быстро выводить в промышленную эксплуатацию какие-то BI-решения. Проводили аудит разных платформ визуализации. Так или иначе победила компания клик. Мы купили лицензии. И это, собственно, референсная точка, с которой мы начали развитие этого направления. В конце 2016 года появляются первые BI-решения. В 2017 году, наверное, это первый взлет, пик активности. Начинают разрабатываться первые канальные дэшборды. Дэшборд канала Сбербанк первый. Дэшборд канала прямые продажи. Дэшборд канала ВСП. Также появляются большие кросс-канальные дэшборды, которые объединяют в себе метрики в разных направлениях. Также хотел отметить, что в самом начале пути спроектировал там общие правила разработки для экспертов, менеджеров, аналитиков, собственно, для людей, которые никогда не работали с BI в целом. Далее в 2018 году мы видим то, что появляются уже центры компетенций в различных дивизионах. Мы ищем альтернативную историю применения биоинструментов, находим ее под эгидой проекта оперативное совещание руководителя блока, внедряем группу проектов, которые используем под эгидой процесса стори-теллинг, о которой дальше чуть-чуть более подробно расскажу. А также проектируем там единый хаб, единую страницу входа в аналитические инструменты. Экспансия. В 2019 году клик набирает обороты, используется активно в производственных процессах по, скажем, отказу от Excel, используя как альтернативу PowerPoint. Появляются новые BI-команды разработки. Также хотел отметить, что является нашей большой победой в ВАУ. происходит изменение ролевой модели доступа, о которой чуть дальше тоже более подробно расскажу. Ну и в 2020 год мы смотрим с перспективой, мы тоже хотим посмотреть на кликсенс, тоже хотим подойти хоть как-то к аспекту разработки BI-приложений, адаптированные под мобильные устройства, непосредственно под мобильные устройства. Далее. Вернемся в 2017 год. Да, не могу не отметить, что с кликом непосредственно я работаю с 2013 года, внедрял ряд проектов в разные компании, набил какой-то опыт, какую-то базу, перенес всю эту историю в единый кукбук. Ну то есть нужно было обучить простых людей, аналитиков, экспертов, менеджеров тому, как проектировать аналитические приложения. В этот брендбук, ну кукбук, внес там общие правила разработки, что касается, ну условно там, таблицы фактов и нормативно-справочные информации должны формироваться отдельными журналами. О том, что даже если на уровне подготовки данных у нас поля названы на латинице, то для BI-разработчиков должны быть использованы наименования на кириллице. Это первый момент. Второй момент – архитектура. О том, что в BI-приложении должно быть 4 слоя разработки данных. Экстракция, трансформация, сборка моделей данных, визуализация. Была большая дискуссия на этот счет, и мы с коллегами договорились о том, что в зависимости от объема проекта можно использовать минимум 2 слоя разработки. Далее. Что касается моделей данных. Здесь жесткое правило. Никаких синтетических ключей, никаких циклических ссылок. Используем стандартные топологии моделей данных, такие как снежинка или звездочка. Да, мы знаем то, что есть там Starlink, есть Multifact, но это как бы классика жанра. Далее. По части визуализации постарался описать те ограничения и те допущения, которые могут возникнуть. Ну, например, что в простых таблицах ограничения на количество выгружаемых строк в Excel не должно быть более 10 тысяч. Иначе при большом объеме пользователей наша инфраструктура может лечь. Первый пример. Второй пример о том, что мы стараемся максимально избегать использования функции агр в онлайн-расчетах, диаграммах, потому что ее некорректное использование может также привести к летальным последствиям. Ну и, собственно, механика публикации, как люди могут сами самостоятельно, получив права, подключиться и опубликовать свой инструмент на определенную фокус-группу пользователей. Далее. Мы сказали коллегам, что, ребят, вот есть у нас базовые правила вывода проекта в пром. Здесь акцент делаю на том, что модель данных, архитектура проекта и скрипт нас волнует, условно, больше, чем другие аспекты проектирования аналитического приложения. И том, что соблюдение этих правил должно быть базовым, чтобы проект вышел в пром. Далее интерфейс. Ну, здесь то, о чем я говорил, что должны существовать базовые ограничения допущения по проектированию приложения, публикация, настройка обновления. Как бы онлайн обновления сразу нет. Обновления инструмента там раз в 10 минут тоже нет. Тут нужно понимать как бы границу релевантности всей этой истории. Ну, и дизайн, скажем, для инфо о том, что расположение объектов, цвета, форматирование текста, шрифт должны быть, скажем, юзер-френдли. Чтобы пользователь зашел, увидел и как бы сразу сделал выводы. И сказали, что вы можете как бы двигаться в разные стороны, но если 90% наших правил будет выполнено, то проект выходит в пром. Далее. На сегодняшний день в рознице порядка 26 команд, которые разрабатывают аналитические приложения. 2, 3, 4 разработчиков в каждой команде. Порядка 140 разработчиков. Сейчас я уверен, что их гораздо больше. Из 9 дивизионов, скажем, блока розничный бизнес. Скажем, спасибо ребятам, что вместе с нами они развивают это направление. Также хотел показать статистику по количеству инструментов. Видим то, что в конце 2016 года их мало. В 2017 году у нас нелинейный рост в 7-8 раз становится больше аналитических приложений. В 2018 году темпы роста немножко снижаются. А в 2019 году, ну скажем, не полный год, а на сегодняшний день, количество приложений стало меньше. Ну то есть, как бы, команды стали подходить более осмысленно к проектированию своих решений и стали группировать, скажем, стандартные отчеты в единые аналитические дешборды. Ну, по крайней мере, я это с этим позиционирую. Далее, тоже хотел на этом слайде рассказать про два момента. Количество пользователей у нас в 2018 году вырастает до 20 тысяч. Сейчас уже на сегодняшний день количество пользователей более 20 тысяч. Благодаря гибкому механизму управления лицензией их куда больше. И второй момент. Обратите внимание, что количество сессий на одного пользователя и количество выборок на одного пользователя, скажем, количество сессий на одного пользователя падает, а количество кликов растет. О чем это нам говорит? О том, что либо грануляция фактов во времени в дешбордах стало глубже, либо ура, там за один год наши пользователи стали делать на целых два клика больше. Далее. У нас в компании есть основные две метрики, по которым мы оцениваем активность наших пользователей. DAO – это Daily Active Users, скажем, количество пользователей, которые входят в день. Мы насчитываем порядка 6 тысяч человек. В месяц у нас заходит порядка 16 тысяч человек в нашу платформу визуализации отчетности. Что говорит нам о том, что 37,5% пользователей используют систему ежедневно. И по нашей оценке все равно этого мало. Ну то есть мы сейчас сдерживаем там поток тиражей, которые к нам команды приходят со своими пожеланиями, потому как видим, что нам нужно наращивать мощности. Хотел немножко рассказать про ролевую модель. Да, мы предоставляем права пользователям на публикацию, на самостоятельную публикацию в паблишере. Также у нас есть две роли. Первая роль – power user, пользователь, который имеет права на публикацию. Вторая роль – user, просто пользователь, который имеет права на просмотр. Сейчас наша ролевая модель насчитывает порядка 23 групп доступа для сотрудников 239 должностей. Это первый момент. Второй момент. Хотел отметить то, что есть инструменты, которые запускаются на очень-очень большую аудиторию пользователей. Я вам показывал количество наших бизнес-офисов. и есть инструменты, которые тиражируются на сотрудников именно должностей руководителей офиса. Их там порядка 12 тысяч. И для того, чтобы выпустить инструмент в промышленную эксплуатацию на эту группу пользователей, была предусмотрена автоматическая ролевая модель автодоступов. Когда сотрудник приходит на работу, мы понимаем, что это должность руководителя доп.офиса и сразу же предоставляем ему доступ в нужную группу для того, чтобы он сразу мог пользоваться этим инструментом. Что сняло с нас, скажем, как с бизнес-администраторов нашей платформы обязательства по аудиту доступов и предоставлению этих доступов непосредственно. Ну и, собственно, хотел подвести к тому, что наши пользователи являются потребителями BI-отчетности. Рационально, чтобы отчетность была востребована, нужно делать правильные BI-приложения, корректные с точки зрения данных, юзер-френдли с точки зрения интерфейса. Мы организовали процесс сбора обратной связи. Несмотря на то, что в каждом дэшборде предусмотрена кнопочка формы обратной связи, когда пользователь может нажать на e-mail и отправить письмо. Ребята, у меня там расходятся данные, либо нет доступа к одному датасету, либо оформил доступ, но не вижу дэшборда. Весь этот поток заявок мы скажем проанализировали и спроектировали в нашей системе класса там сервис-менеджер и хлоп-деск-менеджер три базовых сценария. То есть все вопросы, которые поступают от пользователей делятся на три блока. Первый блок это ошибка в данных. Ошибка в данных. Мы говорим выберите вопрос ошибка в данных, выберите категорию, то есть выберите группу дэшбордов, по которому либо по конкретному дэшборду у вас есть вопрос. Также после того, как пользователь выбрал дэшборд, мы ему пишем, что по вопросу данного дэшборда обращайтесь пожалуйста к первому, второму, третьему сотруднику. Но если вопрос остался без ответа, то напишите пожалуйста сюда. Таким образом мы оказываем поддержку наших пользователей, несмотря на BI команды, которые вполне возможно всем работаем и понимаем могут пропустить письмо. Второй вопрос это как получить доступ к нужному отчету. Здесь тоже такой же сценарий практически действует, но мы говорим, что для того, чтобы получить доступ, пройдите по другому шаблону. Если в другом шаблоне вы не нашли условно описание того, как получить доступ, то напишите сюда. Ну и третья история. Если в рамках базовой ролевой модели, о которой я говорил, для массовых должностей остаются открыты вопросы, то можете написать сюда. По практике мы получаем порядка 20-30 обращений в день. С учетом того объема аналитических приложений, которые у нас есть. Далее по областям применения хотел отметить, что мы используем клик как классические дашборды, как классический BI. Также используем платформу как, скажем, инструмент выгрузок в Excel. Используем как инструмент подготовки презентации, о чем чуть позже Дима расскажет. Используем как, скажем, инструмент проведения припроцессинга подготовки и анализа контроля качества данных. А также попытались в этом году пропилотировать историю с продвинутой аналитикой, скрестить клик с элементами AI и алгоритмами AI. помимо этих направлений мы также нашли одну область применения, спроектировали там центральную страницу входа в клик в которой попытались спроектировать интеллектуальный поиск по показателям. Дэшбордов много, пользователи не знают в каком дэшборде какой показатель содержится, а благодаря этому механизму мы можем найти быстро тот показатель, который нас интересуется, и провалиться в тот дэшборд на тот экран, где он отображен. Ну а также удобное меню навигации разделяем отчетность центрального аппарата и отчетность территориальных банков. Если резюмировать сказанное, мы автоматизировали более тысячи отчетов в Excel, которые ранее были, более 10 тысяч показателей автоматизировали, сейчас их куда больше, и у нас сейчас более 20 тысяч довольных пользователей нашей платформы визуализации отчетности. Если говорить о каких-то точечных кейсах, то я вывел их здесь два. В рамках проекта для единых распределительных колл-центров мы ликвидировали 450 отчетных форм в Excel, на которые естественно отратились ресурсы, отратилось время и так далее, в один аналитический дэшборд, а также очень большой проект под названием централизация отчетности, ликвидировали порядка 600 отчетных форм в Excel и перевели их в 5 аналитических дэшбордов, что послужило предпосылкой для оптимизации численности. Ну и то, над чем мы работаем постоянно, это изменение культуры наших пользователей, стараемся делать пресс-релизы от штаба розницы на нашу группу пользователей, где стараемся описать, какие разработки клика и не только были реализованы, непосредственно посвященные клику серии экспресс пресс-релизов, о том, какие новые дэшборды были выпущены в промышленную эксплуатацию, какие доработки произошли, проведение очных обучений индивидуально для команд каждого дивизиона, а также организация внутренней конференции. Да, в 2018 году организовали внутреннюю конференцию, пригласили представителей консалтинга, чтобы они поделились с нами своими лучшими практиками. коллеги, наверное, если коротко, то у меня на этом все. Олег, спасибо большое.